У нас есть сотрудник службы спасения, правильно? Ничего не говорю. Представьтесь, пожалуйста, потому что мы не успели с вами пообщаться к эфиру. Светлана Водолага, начальник пресс-службы Головного управления ДСНС в м. Киеве. Светлана, вы приехали на место события сразу после вызова и работаете до сих пор. Наши подраздели прибывали. То есть вы видели все собственными глазами? Нет, я не видела все на собственные очи, но я уточню информацию. Я компетентно говорить о том, что делали наши рятувальники. А было кому оказывать помощь? Действительно, рятувальники и взагалі, они врятували людей. 20 людей они вывели сходовыми клетинами. И 25 людей наши рятувальники сняли, людей, которые находились на даху, они сняли за допомогу автодробины, а также коленчатого подъемника. Да, действительно, я просто здесь хочу уточнить, если наши режиссеры могут показать. Там, конечно, темно, но какая-то хоть подсветка есть. Вот, если вы видите, если вы сможете увидеть, на четвертом этаже нашего здания есть балкон. Там спасались от пожара на третьем и на втором этаже наши сотрудники. Это очень страшная картина. Мне не хочется сейчас как-то паниковать, разводить какие-то там эмоции. Но просто представьте себе, как это было, что пережили эти люди. По итогу, сколько человек было госпитализировано, Светлана? Сейчас у нас нет такой информации, что кто-то госпитализированный. Но мы можем точно, уверенно, сказать, что людей, которые бы получили опеки, таких людей у нас нет. Но вы понимаете, что бывает человеческий фактор. То есть, человек пережила стресс, она вышла, она отмолилась от медической помощи. Но с утра ей стало плохо. И она может обратиться к лекарству. Впоследствии еще могут быть. Звычайно. На раз информации уточняются. Я знаю о пяти людях, которые обратились, моих сотрудников, которые обратились уже за медицинской помощью. Одна из наших журналисток сейчас, предположительно, с переломом ноги находится в одной из киевских больниц. Но дай бог, чтобы он не подтвердился. Я передаю ей привет. Не хочу просто назвать ее имя. У нее есть родные, чтобы они не нервничали. Дай бог, все будет хорошо. Спасибо вам, Светлана, за то, что нам помогли.